Все о Reaper 5 с Кенни Джоя Урок 10. Плагины и эффекты Теперь разберемся с плагинами или эффектами в Reaper В этом видео мы займемся только эффектами треков То есть эффектами, которые мы подключаем к трекам вот здесь Мы также можем подключить эффект к айтему Но я не буду показывать это в данном видео, мы поговорим об этом позднее А эффекты треков, подключаемые нажатием вот этой кнопки Затрагивают все айтемы, имеющиеся на данном треке Подключаются они вот здесь Клик по этой кнопке открывает вот такое окно В нем перечислены все плагины или эффекты, установленные в системе Видите, их тут много У вас может быть больше или меньше Но Reaper поставляется со множеством плагинов Чтобы найти нужный плагин, пользуйтесь фильтром Вот тут Например, если вам нужен эквалайзер, просто наберите EQ И тогда вы увидите все плагины, содержащие в своем названии EQ Или компрессор Фильтр облегчает поиск нужного плагина Плагины можно располагать в папках Сделаем правый клик вот в этом поле И нам предлагается создать папку Давайте очистим фильтр Назовем папку EQ И вот она появилась С помощью фильтра найдем все эквалайзеры Выделим их все И перетащим сюда Теперь мы можем пройтись по всем плагинам И удалить ненужные Например, вам не нужны JS эквалайзеры Удаляем их И больше в этой папке их нет Можем создать папку для компрессоров Выделим их все И перетащим в папку Теперь у нас есть отдельная папка С плагинами компрессоров Давайте сделаем еще одну папку для избранных плагинов И давайте добавим туда наши самые любимые плагины Зайдем в плагины рипера Выберем комп Дилей EQ Gate И реверб Перетащим их И вот в этой папке избранные Находятся все эти плагины Есть еще одна папка, которую нужно вам показать Она была добавлена в новую пятую версию программы Создадим вот тут новую папку И назовем ее, например, Waves И вот тут мы можем выбрать опцию Smart Folder Если мы ее выберем То откроется доступ к фильтру Наберем тут Waves Нажмем ОК И теперь в этой папке Мы видим все плагины, содержащие в своем названии слово Waves Но это папка типа Smart В отличие от этих папок, в которых содержатся те плагины, что мы в них перетащили В эту папку будут автоматически добавляться все плагины, в названии которых содержится слово Waves То есть если мы установим еще какие-то плагины с именем Waves Они автоматически добавятся в эту папку Нам не нужно это делать вручную Вот в чем преимущество Smart Папок Ну давайте подключим к этому треку плагины Зайдем в избранные И давайте начнем с эквалайзера Двойной клик И данный плагин подключается к треку Мы можем сделать байпас данного плагина, кликнув здесь Теперь этот плагин выключен из цепи То же самое можно сделать и здесь Мы можем выбрать пресет из этого списка А можем создать свой Изменив настройки вот здесь Давайте добавим еще один плагин Для этого нажмем вот эту кнопку Добавить И давайте добавим компрессор Двойной клик И вот мы подключили компрессор после эквалайзера Порядок плагинов имеет значение В нашем случае сигнал сначала пройдет обработку эквалайзером А затем будет скомпрессирован Но мы можем изменить этот порядок Перетащив плагин мышкой и поставив компрессор первым Можем перетащить его обратно Окна плагинов можно также сделать плавающими Просто сделав двойной клик по названию плагина Теперь у эквалайзера появилось отдельное окно Сделаем то же самое с компрессором Это закроем И вот теперь мы видим одновременно два окна Давайте их закроем Обратите внимание, что вот эта кнопка стала зеленой Это говорит нам о том, что к данному треку подключены плагины Об этом нам также говорит всплывающая подсказка Tooltip Видите, она пишет, что подключены эффекты ReEQ и ReComp И открыть их можно либо по левому клику, либо по правому В данном окне мы можем добавлять плагины из папок Из папки EQ, Comp, из папки Избранных или из папки Waves А внизу списка показано, какие плагины уже подключены к треку Это ReEQ Видите, окно плавающее Или компрессор То есть это более быстрый доступ к плагину С помощью правого клика вот здесь По сравнению с использованием этого окна Можно делать байпас всех плагинов Для этого нужно нажать вот эту кнопку Она станет красной Это говорит нам о том, что все подключенные к данному треку плагины Выключены из цепи Об этом говорят и всплывающие подсказки Видите, написано Bypassed Нажимаем на эту кнопку еще раз И плагины снова активированы Эта кнопка также позволяет удалять все плагины с трека На PC нужно нажать Alt На Mac и Option Затем кликнуть по этой кнопке И плагины удалены Кнопка стала серой Откроем это окно Плагинов нет Подключим побольше плагинов Из папки Избранные Сначала эквалайзер Затем компрессор И еще один эквалайзер И давайте тут что-нибудь покрутим Давайте первым эквалайзером вырежем низкие частоты С помощью High Pass фильтра Давайте сделаем Где-то здесь Приберем бубнеж Вот тут Теперь зайдем в компрессор И настроим его Сделаем Ratio 4 к 1 Атаку сделаем помедленнее Порог компрессии регулируется здесь А во втором эквалайзере добавим верхов С помощью фильтра High Shelf Поднимем Теперь допустим эти настройки нас устраивают И мы хотим использовать эту цепочку эффектов Все три штуки На других треках Мы можем сохранить эту цепочку эффектов Для этого делаем правый клик Заходим в цепочки эффектов И выбираем вот это Сохранить все как цепочку эффектов В случае необходимости Можно сохранить только выделенные эффекты Например, нам нужно сохранить только первые два Выделим их Правый клик И выбираем сохранить выделенные эффекты Как цепочку эффектов В этом случае будут сохранены только вот эти два эффекта Но мы сохраним все Дадим цепочке название Теперь если мы их все удалим Выделим их все Нажмем Delete Теперь их нет Теперь мы можем сделать правый клик Зайти в цепочке эффектов И выбрать загрузить цепочку эффектов Откроется папка с сохраненными цепочками эффектов Двойной клик И все наши эффекты подключаются к треку И все регулировки, которые мы произвели, тут сохранены IPS-фильтр Компрессия 4 к 1 И добавленные верха на втором эквалайзере То есть все, что мы меняли в эффектах, было сохранено в цепочке эффектов Загружать цепочки можно также и с помощью правого клика Давайте все удалим И сделаем правый клик здесь Вот наши папки А вот цепочки эффектов У нас одна сохраненная Можем выбрать ее И происходит то же самое Подключаются наши отрегулированные плагины Теперь посмотрим на окно микшера В микшере мы тоже видим наши плагины или эффекты Вот тут Мы можем менять их порядок прямо здесь Можно делать байпас, зажав shift И выделив их Видите, поменялся их цвет Мы можем деактивировать их Переводить в режим offline Чтобы они не задействовали вычислительные ресурсы Это делается вот тут Это будет видно Если мы сейчас их откроем Плагины списки мы видим, но они не загружены Но мы можем загрузить их, нажав вот эту кнопку Теперь каждый плагин снова онлайн Мы можем копировать плагины с одного трека на другой Сделаем еще один Можно просто вот так их перетаскивать А удалять их можно, зажав old на PC Или option на Mac И просто кликая по ним И каждый из них будет удаляться Но одна из самых моих любимых фишек Это возможность давать свои имена Каждому подключению плагина Сделаем вот тут правый клик И выберем вот эту опцию Переименовать данное подключение эффекта Смысл в том, что мы переименовываем название плагина В зависимости от его конкретной функции То есть первый эквалайзер Обрезает нижние частоты Давайте назовем его соответствующим образом И вот здесь мы теперь видим это имя Оно напоминает нам, что делает данный плагин Давайте переименуем компрессор Назовем данное подключение легкая компрессия А этот эквалайзер усиливает высокие частоты Давайте назовем подключение Теперь, глядя на плагины, мы сразу видим, что они делают Вот тут я сразу вижу усиление высоких частот Здесь легкая компрессия И подавление низких частот И все это сохраняется в цепочке эффектов Давайте снова зайдем сюда И сохраним цепочку эффектов Делаем правый клик Назовем ее точно так же Заменяем старый файл новым Теперь это все удаляем Теперь все вернем обратно, сделав правый клик Зайдя в добавить цепочку эффектов И вот она снова подключена Со всеми нашими плагинами, их настройками и названиями Вот так удобно их подключать к трекам Управлять параметрами эффектов можно прямо на панели трека Зайдем в компрессор В процессе сведения Я бы хотел, среди прочего, регулировать порог компрессии Но для этого я не хочу каждый раз открывать плагин Заходить сюда Выбирать плагин Вот так И затем регулировать порог Есть более эффективный способ Можно добавить этот регулятор прямо на панель трека Для этого нужно прикоснуться к этому регулятору Чтобы он был последним элементом, к которому мы прикасались Затем заходим в параметр Видите, показано последнее тронутое, threshold И выбираем показать в регуляторах трека И вот здесь он появился Теперь даже при закрытом вот этом окне Мы можем регулировать значение порога компрессии Прямо здесь Сейчас покажу вам Вот этот порог Смотрите Он перемещается сразу в двух местах Тот же самый регулятор Давайте то же самое сделаем вот с этим фильтром Для настройки частоты вот этим регулятором Просто прикасаемся к нему Заходим в параметр Показать в регуляторах трека Вот он появился То же самое сделаем и здесь Прикасаемся к этому регулятору Это gain Показать в регуляторах трека И теперь мы можем работать с этим регулятором прямо здесь Эффекты также можно дублировать с перетаскиванием Подключать их к другим трекам Давайте вот тут создадим трек Если мы захватим вот этот плагин и кинем его сюда То к этому треку подключается этот плагин Вот с такими настройками И дополнительной ручкой вот здесь То же самое сделаем с компрессором Просто кидаем его сюда В любое место трека И он копируется на этот трек Уже настроенный и переименованный Хочу вам показать еще одну вещь Давайте это удалим Все те эффекты, что я вам показывал Эффекты треков Подключались после записанного звука Сам звук на трек записывался без этих эффектов Все, что мы подключаем вот здесь Можно все время менять и настраивать После того, как материал записан Эффекты не записываются в файл Но это можно сделать Вот эта кнопка для входных эффектов Нажмем ее И появится то же самое окно Те же фильтры, те же папки Разница в том, что это входные эффекты Так что если мы сюда подключим цепочку эффектов То все эти плагины со своими настройками Будут записаны в файл в процессе записи звука И потом их уже будет нельзя отменить Но зато это снимает нагрузку с процессора Так что если вы уверены, что будете использовать какие-то эффекты То их можно подключить прямо перед записью вот здесь Входные эффекты Сейчас кнопка зеленая Это говорит о том, что к треку подключены входные эффекты Сделав правый клик, мы увидим, какие именно Чтобы удалить их Нажмите Alt на PC или Option на Mac И кликните по кнопке Одним из преимуществ входных эффектов является то, что вы точно знаете, как будет звучать результат Например, когда вы используете эффекты модуляции, такие как хорус, фленджер или динамический фильтр Эти эффекты постоянно меняются И если вы подключите их после записи в качестве эффектов трека То при каждом воспроизведении они могут звучать по-разному Но подключив их в качестве входных эффектов Вы будете слышать, что именно записывается И затем этот эффект будет воспроизводиться каждый раз одинаково То, что вы слышите в процессе записи То же самое вы услышите и после нее Теперь, если вы хотите научиться работе с конкретными эффектами Как их подключать, как ими пользоваться То, как я уже говорил в введении Зайдите на официальный сайт Reaper Вот этот И зайдите в раздел видео И вот здесь я сделал много уроков по разным плагинам Урок по компрессии, эквалайзеру, использованию гейта, реверб, делай И в будущем их будет еще больше В этих видео я рассказываю подробно о каждом эффекте Ну а это был урок по плагинам и эффектам в Reaper Поехали дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...